Приветствую вас на продолжении 12-го открытого фестиваля. Сегодня у нас в гостях, как и всегда, Народный театр «Дилижанс», город Кулебаки, режиссер Мария Федотова. И те спектакли, которые были, должны состояться 23-24 марта, мы принесли их на 30-е и 31-е. И маленькое объявление, не все спектакли вошли у нас в эти дни, ранее объявленные, детский спектакль «Душа подушки» и «Большое Акулово» состоится 14 апреля в 12 часов. По Народному театру «Маска» город Новашево мы еще уточняем. Вы понимаете, что все артисты непрофессиональные самодеятельные, учеба, работа студента и так далее, и очень трудно состыковать график. Мы удивляемся, как Кулебаки у нас дирижанс сплотился и говорит, «Мы приедем 31-го». Молодцы, им спасибо большое за это. Ну, а мы сегодня с вами смотрим спектакль «На всякого мудреца» довольно простоты. Наберитесь, как говорит, терпения. Сходили все по своей нужде, да, если надо. Продолжительность 2 часа 10 минут без антракта. Ну, классика, она всегда воспринимается очень интересно. И очень интересно посмотреть, как видение режиссера, игру актеров, да? Согласны? А нам остается только одно. Уважаемые зрители, мы просим вас отключить мобильные телефоны или перевести в авиарежим. Ну, и пока у нас подходит народ опоздавший, нам очень важно ваше мнение. Вы можете оставить свое впечатление, свои посты, свои замечания, слова теплые, благодарности на сайте Дворца культуры, в соцсетях группе Дворца культуры ВК и, конечно же, на сайте Виртуальная ВК. Нам будет это очень приятно. Ну, что ж, приятного просмотра! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Зачем ты заставляешь меня писать эти письма? Право, мне тяжело. Пишите, маленькая, пишите. Да что толку-то? Ведь за тебя не отдадут. У Турусиной тысяч двести приданого родства, связи. Она княжеская невеста или генеральская. Закурчаева ее тоже не отдадут. За что я сважла на него? Бедного, всякие клеветы, небывальщины. Маменька, кого вам больше жаль? Меня или гусара Курчаева? На что ему эти деньги? Он все равно и в карты проиграет. А вы еще кнычете. Я носила тебя под сердцем. Если бы кольца была... Маменька, вы же знаете. Я племен, сон и зависел. Весь вас. К тому же, что я и делал до сих пор? Я только излился и писал эпиграм на весь город. А сам бак лучше бил. Нет, над глупыми людьми не надо смеяться. Нужно уметь пользоваться их слабостями. Конечно, здесь карьеру не построишь. Карьеру строят и дела делают в столице, а здесь разум, что говорят. Но даже здесь можно добиться и хорошим местным, и невестки. И с меня довольна. Чем сейчас люди выходят? Не все делами. Чаще разговором. Мы все любим поговорить. И чтобы в этой обширной говорении я не имел успеха, не может такого быть. Я сумею поделаться и к тузам, и найду себе покровительство. Вот, видите. Глупо их раздражать. И можно растить грубо и беспардонно. Вот и секрет успеха. Я начну с неважных лиц, кружка-то русину. Выжму из них все, что мне нужно. Затем заберусь и повыше. Ступайте, маменька. Мы с вами еще потолкуем. Ой, помоги тебе, Бог. Эпиграмму в сторону. Этот род поэзии ничего не приносит автору, кроме вреда. Примемся за понедельник. Всю желчь, которая будет накипать на душе, я буду сбывать в этот дневник. А в устах останется только мил. Эта рукопись не предназначена для публики. Я один буду и автором, и читателем. Разве что со временем, когда укреплюсь на прочном фундаменте, сделаю из нее извлечение. Боншур. Очень рад. Чему обязан? Мы за делом. Вот, рекомендую. Да я знаю, это уже давно. Ни во что, что-то не нравится. Это какого-то, господа. У меня времени свободного немного, так что говорите, в чем дело. Нет ли у вас стихов? Каких стихов? Вы явно не туда попали. И не марайте, пожалуйста, бумагу. Нам эпиграм нужно. Я знаю, что у вас есть. Никаких. Ну полного. Все знают. У вас на весь город написаны. Вон он. Хочет сотрудников быть. Да-да. Юмористических газет. Да-да. Вот. Да. А вы писали прежде. Писал. Что? Я все писал. И в полисе, и на банке, и в троихе, и все писал. И ничего. Спечатают нигде. И даже задаром не хотят печатать. Вот. Принцессу с казальщиками. Опасно. Прибьют, пожалуй. А как мне вообще писать-то? Я не знаю никого. А у вас, говорят, дневник есть какой-то. Где вы всех по косточке разобрали. Это подпольный лайк подкали. Ну да, как же не дать. И идите, маменька, пишите. А какие деньги мы за это получили? И дневника никакого у меня нет. Разговаривайте. Видели его у вас. Ох. А мы бы его распечатали. Вот. Видите? У него материала нет. Так дайте ему материал. Пусть его отродят. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе. Хе-хе-хе. Не марайте шел бумагу. А что вы петухов здесь урисуете? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Интересная он личность. Для меня, например. Очень интересная. Во-первых, он считает себя всех умней и всех умней. Его хлебом не корми, только прийди, совет попроси. Ну так вот, подпишись под петухом. И стой. Новейший самоучитель. А это мы пойдем распечатаем. Нет, не надо. Все-таки дядя. А еще какие художники за ним водят-то? Много. Третий год квартиру еще. Ему и не нужна квартира. Он просто ездит, разговаривает. Все как будто дело-делывает. Выйдет с утра. Квартир действия смотрит. Поговорит с хозяевами, с дворниками. Потом поедет по лавкам. Пробовать икру, балы. Там рассядется, в рассуждение постится. Купцы не знают, как выжить-то его из лавки. А он доволен. Все-таки утро у него не пропало, да? Что-то не то. Даблот еще я и забуду сказать. Тепка в вас влюблена, как кошка. Это каким же образом? В театре видела. Все глаза проглядела, шею был свернула. Все меня спрашивала, кто такой. Вы этим не шутите. Я не шучу, это вы всем шутите. Подожди. Эх, я на вашем месте. Так пустяков дадите? Нет. За что, что разговариваете? Пойдем, пойдем. Поедем. Прощайте. Маменька, идите сюда. Вот, смотрите, с кем нам нужно садить в первую очередь. Кто это? Это мой дядюшка Нил Федосевич Мамаев. А кто рисовал? Племянничка вон, Курчаев. Так, эту картинку нужно спрятать на всякий случай. Вся беда в том, что Мамаев не любит родственников. У него человек 30 племянников. Он из них выбирает одного, и в пользу него завещание пишет. Остальным уж не показывайся. Вот сейчас его минус оказался Курчаев. А вот кого тебе-то? Трудно, но попробовать стоит. Он ведь даже не подозревает о моем существовании. Ах, хорошо, посадьтесь. Во-первых, наследство. Потом дома. Отличный. Родство, связи. А вот еще одно обстоятельство. Я от тетки понравился. Креопат Вильбовне. Вы это на всякий случай тоже запомните. Сейчас, в связи с Мамаевым, для меня это первое дело. Это первый шаг о моем поприще. Дядя познакомит меня с Крутинским. Затем с Городовым. Во-первых, это люди со влиянием. А во-вторых, близкие и знакомые Туусиной. Мне бы только войти к ним в дом, а я ужинюсь непременно. Так, сынок, но первый-то шаг самый трудный. Успокойтесь, Маменька, он уже сделан. Мамаев будет здесь. Как же это случилось? Здесь ничего еще не случилось. Мы все прочитали наперед. Мамаев любит смотреть в квартиры. Именно эту удочку мы его не поймали. Привез. Привез. И он сюда сеече привез. Вот. И отлично. Получай. Веди его сюда. Пожалуйста, не разозляться. Я сказал, что командиры хорошие. Я всю ответственность беру на себя. Веди его. А вы, Маменька, ступайте к себе. Когда нужно, будьте раскликнуть. А вы, Маменька, ступайте к себе. А вы, Маменька, ступайте к себе. Эта квартира холостая. Холостая. Она не дурна, но холостая. Ты куда меня, братец? Не раз. Не угодно ли вам присесть? Благодарю. Братец, ты не разознаешься, что я статский советник. Ты знаешь, какая мне квартира нужна? Парня твоя, моя жена, привыкла жить открыто. Ей гостиной нужна. И не одна. А где? Где здесь гостиная? Виноватся. Виноватся. Ну, видишь, человек, что-то пишет. Мы же ему, наверное, мешаем. Готенка не скажет из деликатности. А все, ты виноват. Не броните его. Это не он виноват. А я? Да, он здесь на лестнице спрашивает квартиру. Я указал ему на эту. Ну и стало быть хозяин этой квартиры. Да, все. А почему же вы ее раздаете-то? Непосредством. Непосредством. Подумь только непосредством. А зачем вы не мали-то, если непосредством? А теперь поедем. Да, знаешь, как запутались. Конечно. Кому же приятно будет из такой-то квартиры в одну комнату переезжать. Приезжайте. Нет. Я хочу еще больше нанять. Как так? Еще больше нанять. То есть, вот за эту платить нету средств, а нанять еще больше хотите. Здравствуйте. Ага. А какой у вас интерес? Никакого. По глупости. Как так? По глупости. Какого? Очень просто. Ума недостаточно. Разве это не часто бывает? Нет. Конечно, бывает. Просто, когда первый раз вижу человека, который сам про себя говорит честно. Ну, а с чего же мне дожидаться, когда другие скажут? Если уж не скроешь. Ну да. Действительно, это скрыть довольно сложно. У вас должно быть птички. Некому. А ведь есть учителя. Умные есть учителя. Но никто не слушает. Нет. Вот стариков-то он возьми. Каждый так считает. Ой, я пожилой, значит, умный. А когда молодежь-то слушать перестает? Здесь что делать? Вот я случаю с какими-то. Иду. Дальше. По улице. А мне навстречу лежит гимназист. Из гимназии домой. Ну, я его, соответственно, остановил. Хотел, знаете ли, ему по учению прочесть. Ну, чисто так, шутки раден. Девка, из гимназии домой-то бегом. Бежишь, а из дома в гимназию. Ей-ей идешь, а надо-то наоборот. На другой, да? Вот другой, вы на его месте. Радость, что ради него щенка с той словительной особой посреди улицы остановилась. А вы мне что? Она говорит, на ручение-то гимназии надоели. А теперь я есть хочу, отпустите меня. Мальчишка ты мне. На опасной дороге, мальчик. Да? А вот отчего? Отчего нынче прислука-то нехороша? От того, что от свободы от обязательств вы услышали по учению. У, раньше он. Я же всех своих ученонов в каждую мелочь ходил. Все получал от мала и до велика. Часа два ему бывало. Нотации ты читаешь, до самых высших сфер мышления доберешься. А он стоит и отдыхается. Одними вздохами задел. И ему польза, и мне благородных занятий. Спасительных. Не успеешь ему два раза метафизику прочитать, как он к тебе приходит за расчетом, что говорит за наказание. Так, что за наказание? Это бездравственность. А ведь я же человек-то не злой. Не злой. Я же все больше словарен. Вот у курцов, знаете, как, за волосы берет рукой и качает, и качает, и качает. Так, говорит, лучше. Так ты хочешь, а я все словарен. Вот. Опять же не нравится. Такой стал быть. Глупый. Это нехорошо. А, нет, нет, нет. То есть, в принципе, ничего предусудительного в этом нет. Если у вас, скажем, есть пожилые, опытные родственники, ну и знакомые. В том-то и дело, что никого нет. Как? Есть мать? Ну? Да, она еще глупее меня. Да. Ваше положение не залит на молодой человек. Я вам сочувствую. Еще говорят, дядя есть. Ну, так иди. Все равно, что его нет. Как? Он меня не знает. Я его и знать не желаю. О, да. За это не похвалю. Молодой человек, как есть, тебя похвалю. Победите. Будь он беден человек, как бы, кажется, ему руки целовал. А он человек богатый. К нему придешь и советом. Он подумал, что за деньгами. Ведь как ему растолкуешь, что мне ничего от него не нужно. Что я только советы и жажду. Он говорит, человек замечательного ума. Я готов целые дни и ночи. Целые дни и ночи его слушать. А вы не так глупые, молодой человек, как говорите. Это временем, кажется, на меня озарение находит. А потом, потом опять. Большую частью времени я совсем не понимаю, что делаю. Вот, тут мне совет и нужен. А как вашего яюшка позовет? Ой, чуть ли я и фамилию-то его не забыл. Ну как так? Ну, 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 ну. Ну, 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 ну. Ма, э, ма, 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 маев. Мамаев, кажется. Да, Нил Федосеич. А вы-то кто? Я Голумов. Дмитрий Голумов, сын. Так точно, сын. Счастье мое, Мабай, это я! Дядюшка! Позвольте ваши руки. Впрочем, дядюшка, я слышал, что вы не любите родственников. Вы не переживайте, мы, может быть, так же далеки, как и прежде. Для меня достаточно того, что я видел и насладился беседой умного человека. Нет, 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 Саня, Саня, Саня. Тебе как надо будет посоветоваться, да ты сразу же и приходи. Когда нужно? Да, когда нужно. А мне постоянно нужно, каждую минуту нужно. Я чувствую, что я погибну без вашего руководительства. Вот, значит, вот сегодня же вечером прям и заходи. Позвольте вам представить мою старуху. Она не дали, но очень добрая, очень добрая женщина. Маменька, идите сюда. Идите. Вот, смотрите. Счастливый случай привел к нам дядюшка, который мы так порвались видеть. Ой, да, батюшка-братец, я давно шелала. А вот вы-то, родных, и знать не хотите. Маменька, перестаньте. У тебя тоже есть на то свои причины. Позвольте, батюшка-братец, поглядеть на вас. Ой, что ж? А ведь не похож. Маменька, пристаньте. Не похож. Так. Совсем не похож. На кого я не похож. В конце концов я с вами себя. Очень нужно толковать по стеке, маленькая. Так, что вы тут шепчете? Если начали, давайте продолжайте. Я и говорю, портрет на вас совсем не похож. Портрет? Да. Откуда у вас мой портрет? Понимаете, я... А вы видите ли, батюшка-братец, у нас бывает Егор Васильевич Курчаев. А он тоже, кажется, вам родственникам доводится. Да, да, да. Такой отлично веселый мам. Да, действительно. Вот он у вас все рисует и рисует. Жорж, покажи. Я, правда, не помню, куда положил. Ну, поищи. Ну, да, ведь чего-то он рисовал. Ну, я же помню. А с ним этот еще был, который критики с тихами-то пишут. Курчаев говорит, я тебе портреты буду рисовать, а ты подписи подписывай. Так. Ну, да, ведь чего-то. Покажи мне портрет. Вот. Сейчас же покажи. Не нужно, маме, делать тех вещей, которые другие греши могут сделать. Конечно, конечно. Поучи, мать-то лицемерию. Не слушай его, сестра. Не слушай. Жить-то надо. По простоте, по простоте-то оно. Лучше покажи мне портрет. Племянечка. А ты, дружи. Перестаньте, дядюшка. Не похоже совсем. И подпись к вам тоже не подходит. Новейший самоучитель. Да нет, похоже-то похоже. И подпись подходит. Ну, это уже не твое дело. Ты, надеюсь, на меня не будешь карикатурить? Нет, что вы! Что это за занятие такое? Что ты как бы не осмелился? Я... Я рисовать-то не умею. Вот и хорошо. Вот сегодня вечером ко мне и заходи. Ну, и вы тоже пожалуйте. Кажется, дело-то налаживается. А много еще труда к Жоржу-то будет. Как трудно и хлопотно в люди-то выходить. Маня, маменька. Маня, пойдет, вы будете неповнимательнее. Да не только повнимательнее. Под обострастник как только можете. Ну уж, еще перед бабой унижаться. Вы бабствовать-то любите. А где средства? Та бы не моя оборотовость. Вы бы сейчас по миру выходили. Так помогайте, я вам говорю. Идете. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Убегай отсутствие. Убегай. Убегаю. Убегаю. Не будь красотолюбив. Я знаю греха сего. Летала, летала, да к вам попала. Чувствую. Чувствую. Ой, была в неком благочестивом доме. Дали десять рублей на милостину. Моими руками милостину творят. Святыми руками-то доход, чей, нежели грешными. Примите пятнадцать рублей от раба Егорья. Благодающим. Благодающим. Не забывайте в молитвах. В вонном благочестивом доме чай, кофе пила. Пожалуйте, матушка, все готово. Пожалуйте. Благодающим. 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 Записать. Манехи пятнадцать рублей. Три рубля человеку Мамаева. Да уж, кстати, весь разговор с дядей. Послушайте-ка. Послушайте-ка. Был дядя здесь? Был. Ничего он не говорил про меня? Вот в какой стати. Он заезжал по своему обыкновению квартиры смотреть. Это интрига. Адская интрига. Представьте себе. Дядя меня встретил на дороге и... И? И не велел мне показываться ему на глаза. Представьте. Интересно. Приезжаю к Турусиной. Не принимаю. Объясните вы мне, что все это значит. Вы человек умный и больше меня понимаете. Извольте. А глянитесь на себя. Какую жизнь вы ведете? Какую? Все ведут такую. И ничего. А я виноват? Нельзя же за это лишать человека состояния. Отнимать невесту. Отказывать в уважении. Ну, а знакомство ваше последнее. Например, Галутве. Ну, что ж, Галутве. И как вам? Такие люди на все способны. О, вот. Вот вам объяснение. И зачем вы его давеча ко мне-то привели? Я на знакомство очень осторожно себя берегу. И я вас попрошу не посещать меня более. Что вы? С ума сошли? Дядюшка вас удалил от себя. А я желаю этому во всех отношениях достойному человеку во всем подражать. А! Теперь я, кажется, начинаю понимать. Слава Богу. Послушайте-ка вы, миленькой. А уж это не выли. Ну, если мои подозрения оправдаются, так вы берегитесь. Такие вещи зарубь не проходят. Буду беречься, когда нужно будет. А пока серьезно вас исти не вижу. Прощайте! Дядюшка его прогнал. Первый шаг сделан! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Некуда не в те, которые нас ведут, тоже не знают, к чему все это приведет. А я на это все смотрю, как на легкомысленную пробу. И ничего особо дурного не вижу. Наш век. Век по преимуществу легкомысленный. Все молодо, неопытно. Да и то попробую, и это попробую. То переделаю. Это переменю. Переменять-то легко. Легко. Вот возьму и переверну всю мебель вверх ногами. Вот вам и перемена. А где же я вас спрашиваю? Вековая мыльная. Вековая опытная, которая поставила эту мебель именно на ноги. Вот стоит лавочка. Хорошо стоит? Хорошо, хорошо, крепко, крепко. А вот дай ее попробую. Не, 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 не. Перевернули. Стой, перевернули. Да, перевернули. Вот и увидят. Увидят ли, увидят ли? Да что вы мне говорите. Ну, а не увидят, так укажут. Есть же люди. Вся беда-то в том, радость моя, что умных людей нас с вами не слушают. Мы сами виноваты. Ну, не умеем говорить. Не умеем заявлять своих мнений. Кто пишет? Кто кричит? Мальчишки. А мы лишь молчим, да жалуемся, что нас не слушают. Писать надо. Писать. Польщик писать. Градзбая, для того, чтобы писать, нам это нужен. Сноровка такая-никакая. Ну, возьмите меня. Я, как говорили, конечно, мастер, хоть целый день. А вот как писать, сяну так. Вот, значит, что получается. Ну, вот, вот, взял. Ну, какой вам писать? Я пишу, пишу, я много пишу. Для этого навык нужен не каждому дано. Да, вот, кстати. Нет ли у вас на примете молодого человека? Образованного, скромного, ну, чтобы мог на бумаге излагать свои мысли, про жертвы, ну, и все. Знаете, есть, есть. Именно такой и есть. А он не болтун, не изныльшек, запаскал. Помилуйте. Только скажите, не будет капры. Вот, вот у меня написан очень серьезный про жертв, ну, или как хотите, назовите. Но ведь вы сами знаете, я человек старого образования. Излагаю я мысли старого, близким к стилю великого Ломоносова. Старый стиль-то он посильнее был. Я согласен, но как хотите, ведь все-таки если писать стильным старым, все-таки засмею. Так вот, может ли он дать моему труду, ну, как это говорится, литературную отделку? Можно? Конечно же может. Ну, так я заплачу ему что-то. Бог с вами обидите за честь почтет. Что вы, буду я еще одолжаться-то? Ну, а кто-то? А кто-то? Ну, как вот это-то. Вот, ну, племянник, племянничек сдаст, племянник. Ну, так скажите ему, пусть заедет ко мне завтра пораньше в число так восьмом. Скажу, скажу, пренепременно будет. И скажите, чтобы не, не, чтобы до времени не было разговоров. Это ослабляет впечатление. Бог с вами предупрежу и завтра сам с ним вам и приеду. милости просим, милости просим. милости Чтобы заметным-то быть, нужно ум большой, обыкновенным людям, трудно, ох, как трудно, Клеопатра Львовна. Но он все равно несправедливый, у него очень довольна ума, да и нет особой надобности в большом уме, довольны и того, что он молод и хорош собой. Но если вот, ему же не профессор будет. Но вот если вы видите, что умный человек, бедно одет, живет в одной квартире, едет на покойном извозчике, это же вас не поражает, не колет вам глаз. Так и нужно, это и идет к умному человеку. Но если вы видите в бедности молодого, красивого человека, это больно, это не должно быть и не будет. Ой, какое у вас сердце ангельское, ангельское, мы этого не допустим. Мы, женщины, поднимем на ноги мужей, знакомых, всем власти. Мы его устроим, надобно, чтобы ничто не мешало бы любоваться. Вот как бы все так думали. Все? Мы вообще должны сочувствовать бедным людям. Это наш долг, обязанность, только разговаривать нечего. Но едва ли мы не сочувствовали в сердце или в бедности, красивого молодого человека. Но кроме того, бедность убивает развязанность, как-то отнимает, принижает этот победный вид. Эту смену, которая и так простительна, и так к лицу красивого молодого человека. Все правда, все правда, Теопатриона. Ой, что о Жоже рассказываете? Что можно рассказать? Сын, весь сын. О чем тут можно говорить? Любимый сын. Он вам понравился? Да я не знаю. Видала я этот недавно в садке? Да. Ну, а пойдемте в сад. С удовольствием. Здравствуйте, здравствуйте. Уж не знаю, кому на вас жаловаться, милки-то сей. Что такое? Ну, сына у меня совсем отбили. Я? Да, он меня совсем любить перестал. Только вами и гресят. Все про вашу до разговора. Ах, и да удивляется. Да-да. Очень умный мальчик. Ой, он ребенком у нас был. Очень удивителен. Но он теперь почти дитя. Тихий. Такой тихий был. Ну, удивление. Уж никогда бывало. У отца, у матери не забудет ручки поцеловать. У всех у бабушек, тетушек ручки перецелует. Умница, мальчик, умница. Бывало, его и запрещаешь. Ведь подумает, что нарочно научили. Так он потихонечку подойдет и все равно поцелует. А однажды-то, лет пять ему было, вот удивил-то нас всех. Приходит как-то утром и говорит, какой я сон видел. Слетаются ко мне в кроватке ангелы. Да, и говорят, люби папашу и мамашу, слушайся их. А когда вырастешь большой, люби своих начальников. Я им сказал, ангелы, я буду всех слушаться, вот. Умница, мальчик, умница, да. Ну, все, я поеду. У меня те кто по воле вашего будет. По воле. Да, еще одно. Слышал, что живете вы небогато и жить не умеете. Так вы знаете, вы как-нибудь утрочком ко мне заезжайте, я вам дам... Нет, 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 я вам не денег дам. Я вам каждую кучу дам, я дам совет на счет вашего бюджета. Довольно. Так и слава. Уж никто не может быть таким благодарным, как мой Жорж. Очень приятно слышать. Разумеется, матерь-то его много хвалить не годится. Да и он и не любит, чтобы я про него рассказывала. Ну, сделайте одолжение. Я ему ничего не передам. Ой. Он ведь ослеплен своими благодетиями. Уж для него лучше их. И на свете-то лучше нет. Пуру-то, говорит Неву Федосеевичу, равных нет в Москве. А что про вашу-то красоту? Печатать, печатать надо. Скажите, пожалуйста. А какие сравнения находит? Неужели? Да он вас раньше-то видел ли где-нибудь? Не знаю. Я его видел в театре. Должно быть, видел. Почему же? Ну, как же он так недавно вас знает? И вдруг такое. Ну, что же, что? И вдруг такое родственное расположение почувствовал. Милый мальчик. Тетушка-то говорит, ангел, ангел. Он очень мил с сердцем. Уж извините, извините его. Молод ведь еще. Ну, за что же мне его извините? В чем он передо мной виноват? Ну, как же, Клеопатра Львовна. Ведь он недавно вас знает. А такую женщину, красавицу, он, может быть, первый раз в жизни видит. Где же ему раньше-то было? А она к нему ласкова, снисходительна. Конечно, по-родственному. По неволе с ума сойдешь. Молод ведь еще. Он очень мил. А Клеопатра Львовна. А близость-то, как родственные его чувства-то еще детские. А близость такой красавицы-женщины. Ведь он ночи не спит. Придет от вас, мечется, мечется. Он к вам тогда легче, что от вас своих чувств не скрывает. Ну, я же его скрывать. Тем более, чувства-то его детские. Ну, конечно, детские. Ему еще во всем нужны руководители. Под руководством умной женщины со временем. Да, он может. Поруководите, поруководите ее. Ему для жизни это очень надо. А вы такая добрая. Да, добрая. Но, знаете, это опасно. Можете и со мной увлечься. Нет, вы добрая. Вы такая добрая. Я вижу, вы очень его любите. Один, как не любить. Так давайте любить его вместе. Нет, как не любить. А ведь не скажет. Не скажет. Прощайте, Клеопат Вальбовна. Прощайте, Леглафира Климова. На днях я к вам. Мы с вами еще потолкуем, а Жоржа. Какая болтушка. Ну, если бы услыхала ее сыну, не сказал бы ей спасибо. Он так горд. Подходит ко мне с такой холодной почтительностью. А дома он что делает. Значит, я еще могу внушить молодому человеку истинную страсть. Да, так и должно быть. В последнее время был очень чувствительный недостаток в обожателе. Но ведь это от того, что окружающие меня люди отжили и изнасились. И вот, наконец-то. А, мой милый. Водите. Водите же сюда. Ну, что ж вы стоите, разве ты реально так себя ведут? Здравствуйте, Клеопатра Львовна. С добрым утром. Браво, как-то вы осмелились, я удивляюсь. Я очень робок. Водите разнятен. Чего вы боитесь? Я такой же человек, как и все. Будьте доверчивы откровений со мной. Доверяйте все своей сердечной памяти. И забывайте. Я ваша тетка. Я был бы откровенен с вами, если бы... Если бы что? Если бы были вы старухой. Что за рот такой? Я совсем не хочу быть старухой. Я вам того же не желаю. Дай вам Бог свести как можно долей. Я просто имел в виду, что мне было бы не так робко. Мне было бы посвободнее. Отчего же? Садитесь сейчас ко мне ближе и рассказывайте все откровенно. Отчего вам было бы свободнее, если бы я была старухой? Ну, понимаете, у молодой женщины есть свои дела и свое увлечение. Когда жилье заблудится о бедных родственниках. У старухи только и дело. Отчего же? Молодая не может заблудить о роду? Может, но просить ее совестно. Совестно надоедать. У нее на уме забавы, развлечения. А здесь лишь кушанец у племянника. Вечером мытьей, просьбой. А для старухи-то было бы даже удовольствием. Она бы ездила, хлопотала. Это было бы для нее и занятие от скуки, и хорошее дело, которым она могла похвастаться. Ну, а если бы я была старухой, о чем бы вы меня попросили? Да, вы же не старуха, она против очень молодой женщины. Вы меня любите. Все равно, все равно, говорите. Не все равно. Я знаю, что вам достаточно сказать одно слово Ивану Ивановичу, и у меня будет хорошее место. Да, я думаю, будет довольно одного моего слова. Но я не буду вас беспокоить этой просьбой. Почему же? Потому что это было бы насилие. Он ведь вами так очарован. Вы думаете? Конечно. Он не смеет вам ни в чем отказать. Доставлять вас спросить, это все равно, что дать ему взятку. Все это вздор, фантазии. Так вы не желаете, чтобы я за вас просила? Решительно не желаю. Я не хочу быть перед вами в долгах. Чем я могу вам заплатить за это? А старухи? Вы чем заплатите? Старухи? По своему угождению. Я выносил ей скамейку, подносил по ноге собачку. Солопыл руки, поздравил со всеми праздниками, с которыми можно только поздравить. Ведь это все только для старухи имеет цену. Ну, а если старуха действительно добрая, я бы смог и привязаться к ней. То есть полюбить ее. А молодую? Разве нельзя полюбить? Можно, но не должен сметь. Наконец-то! К чему бы это все привело? Одни лишь лишние страдания. Иван Иванович Градуринец. Я пойду к дядюшке в кабинет. У меня есть работа. Проси. Имею честь представиться. Иван Иванович Градуринец. Очень мило с вашей стороны, что вы не забыли меня за брошенную и покинули. Где он? Я тот несчастный, который покинул вас. Укажите мне его. Я сегодня вас особенный воинственный мусороженний духа. А вы первые. Масты на руку убить. Ну или что-нибудь другое. Ну или что-нибудь другое. А я уже придумала вам наказание. Случай. Без этого лишения не казнят. Но если вы решите, то вы можете меня с вами объявить. Я первого не буду. Нет, я хочу явиться к вам просителем. То есть вы меня с самым возравляли? Ну разве вы проситель? Вы там сами где-то чуть ли не судья. Ну, сдам у меня всегда. Ну, полно вам болтать. У меня серьезное дело. Слушай. Моему племяннику нужно. Что же нужно вашему племяннику? Курточку, панталончик? Слушайте, не перебивайте. Мой племянник совсем не ребенок. Он очень милый молодой человек. Очень хорош собой, умел, образован. Тем лучше дым он. Но хуже для меня. Ему нужно место. Как вы прикажете? Разумеется, хорошее. У него отличные способности. Отличная способность. Слушай, с отличными способностями. Теперь некуда петься. Он останется лишним. Послушайте, вы меня выведите с терпением. Мы с вами просоримся. Говорите, есть ли у вас следом место? Для обыкновенной смертной. Мойдется. Вот прекрасный путь. Нам люди нужны. Позвольте хотя бы одним глазком взглянуть на этот пенок. И я тогда определюсь и расскажу, на что он посорен. И куда можно будет его отдавать. Егор Дмитрий Тяжеларш, войдите сюда. Я вас оставлю с ним на некоторое время. Вы потом загляните ко мне, я вас подожду в гостинице. Представляю вам моего племянника. Егор Дмитрий Тяжеларш. И вам и ваше не хочет своих непосредственно. Вы служили? Служил. Теперь не служил. Да я не имею никакой охоты. А почему? Умения не дал Бог. Нужно иметь очень много различных качеств, которых у меня. Мне кажется, нужно по другу, я по проработку. Положено, что меня за этим дело не ставят. Ну что толку с этими качествами? Сколько ни трудись, век будешь канцелярским чиновником. Чтобы выслушаться от человека без протекции, нужно совершенно другое. Что жили? Не рассуждать, когда не приказывают. Смеяться, когда обращаются, думать, сострить. Думать и работать за начальника, и в то же время со всевозможным смирением убежать, что, мол, я глуп. И что это все вам самим было угодно приказать. Кроме того, нужно иметь некоторые элокийские качества. Например, вскочить и вытянуться, чтобы это было и подобострастно, и неподобострастно. И холопский, и грациозно, и применяемо, и благородно. А я еще и половину не назвал того, что нужно сдать, чтобы за чего им были служиться. Превосходно! Ну то есть это скверно. Ну говорите вы, превосходно. Вот талант. Нам такие люди нужны. И при том все бумаги и формы. Целые крепости и стены из бумаги и форм. И из этих крепостей вылетают только в виде бомб, сухие циркуляры и предписания. Но это было прежде. Сейчас совсем другое. Что-то не видать было другого-то. Да, раньше были идеи. Нам идеи что? Кто не имеет этих идей? А вот говорите вы великолепно. Вот талант. Я очень сочувствую. Кстати, вы можете сделать для меня великое одолжение. Все, что вам угодно. Запишите все это, но вы можете. Извольте. Ну что же вам? Мне на днях можно будет спичек заговорить за беду. Думаю. Совершенно некогда. Извольте. Извольте. Сделайте это мне подружески. Стоит ли говорить? Нет. Вы дайте мне такую работу, которая будет приносить действительную пользу. Дайте мне возможность самому видеть насущенные нужды общества и предупредить их скоро и сочувственно. Отлично, отлично. Вот талант. Как я понимаю, по вашему честному образу, если вам нужно место в казенном или благотворительном заведении? Где угодно я работать не прочь. И буду работать так прилежно, сколько сил хватит. Но с одним условием. Чтобы моя работа приносила нужное количество добра. Уж это, кстати, увеличивать количество добра. Великолепно. Нам такие люди как бы нужны, Валюшка, нужны. Зайдите завтра ко мне, часиков в 12. Очень рад, очень рад. Ах, ты здесь. Подойди сюда. Ты мне скажи, ты в каких отношениях... Нет, потом... Ко мне тут дальше заезжал Крутицкий. Ну, по делу. Он там написал что-то. Ну, скорее всего, какую-нибудь глупость. Ну, а ему надо бы текст обделать. Обделать? Ах, ну, выправить. Я посоветовал тебя. А у меня? А у меня? Ах, смотри, значит, когда к нему приедешь, ты, это... Польсти ему немного. Вот, дядюшка, чему вы меня учите? Нет. Польстить, конечно, нехорошо. А вот немного польстить... Полезно. Похвали там что-нибудь, ну, с пятого на десятое. Ну, старикой-то приятно будет. Он написал, скорее всего, какую-нибудь глупость. Ругать-то мы его будем. А ты пока еще молод. Похвали. Похвали. Да. Он нам еще пригодится. Еще один вопрос. Ты... Ты в каких отношениях поставил себя в тем? Ну, что вы! Я человек благовоспитанный. Меня учтивости учить не надо. Ты глупа. И глупа. Она женщина молодая. Красивая. Нужна ей твоя учтивость. Рога, что тебе нажить хочешь? Я не понимаю. Не понимаю. Не понимаете? Пучись! Слава Богу, пока. Ледько. Ты пойми. Ты, конечно, хоть и родня. Так. Седьмая вода на киселье. Ну, а с другой стороны, у тебя же преимущество больше перед остальными. Можешь лишний раз, как вот, на забывчивости. Ручку поцеловать. Ну, глазками там изобрази что-нибудь. Ну, думаю. Вон вам, дядюшка, что вы. Ну, там зеркало. Стой и учись. Вздохни лишний раз томно. Им это нравится. Покойный шеф, благодарю вас. Дядя, ты пойми, пойми. Это же и мне легче будет. Она же у меня некрасивая, молодая, характера санквистического. Крова у нее горячая. Не дай бог. Попадется какой-нибудь. Смотри вообще в каторжню. А тут, дядюшка, ты не угодно ли вам свой проверенный человек? Понял. И волки целы. И волки сыты. И овцы целы. Ума у вас, дядюшка, ума. И вот еще одно тонкое обстоятельство. Вы познакомите меня с Турусей? Там-то я открыто буду ухаживать за племянницей. Даже если вам угодно, для вас посватаюсь. Тогда действительно будут и овцы целы, и волки сыты. Молодец, молодец. Правильно говоришь, правильно. Познакомьтесь. К Леопатрию помним, но, разумеется, ничего не скажем про Турусину. Ни слова. Ведь, понимаете, если не ревность, такое женское чувство. Понимаю, понимаю. Конечно, ни слова, и даже заикаться не будем. Ну так, когда же мы к Турусиной? Ну, завтра и поедем. Да. Теперь, надеюсь, ты знаешь, что тебе делать. Что делать? Удивляться мы вашему. Через две недели он будет определён. Через две недели я вас поцелую. Иван Иванович, здравствуйте. А я сегодня к вам заезжал, хотел вам дать совет по трудному делу. Извините, мне института достаточной. Это что? Что вы? Я сейчас же с вами вместе. Целуйте ручку, ваше дело влажено. Я вас не просил. Нужды нет, я сама догадалась. Благодарю вас. Куда вы? Домой. Я очень счастлив. Пойду поделить своей радостью с матушкой. Вы счастливы? Не верю. Счастлив? Насколько это возможно. Значит, не совсем. Значит, вы ещё не всего достигли. Нет, что вы всего. Ну, что я мог надеяться. Нет, вы говорите прямо. Всего ли вы достигли? Ну, чего же мне ещё? Я получу место. Не верю. Не верю. Вы хотите в таких молодых годах показать себя материалистом? Хотите уверить меня, что думаете только о службе и о деньгах? Хреб от любовной. Хотите уверить, что вас никогда не бьётся сердце? Что вы не мечтаете, не плачете? Что вы не любите никого? Я не говорил этого. А если любите, можете ли вы не желать, чтобы и вас любили? Но я не говорил этого. Но вы говорите, что всего достигли. Я достиг всего возможного, на что я мог позволить тебе надеяться. Значит, вы не можете позволить тебе надеяться на взаимность? В таком случае, зачем вы даром кратите ваши чувства? Ведь это первые души. Говорите, кто это жестокое. Но это бедка, Клеопатра Львовна. Говорите, негодные. Говорите сейчас. Вы не имеете права прибегать к таким средствам. Я знаю, что вы любите. Бедные. Вы очень-очень страдаете. Боже, что вы со мной делаете? Кого вы любите? Кого я люблю? Да. Вас! Карайте меня за моё интересное. Я люблю вас. Запретите мне любоваться вами. Запретите мне смотреть на вас. Или ещё хуже. Заставьте меня быть почтительным. Но не сердитесь на меня. Вы сами во всём виноваты. Если бы вы не были так очаровательны, так снисходительны, я бы, может, удержался страсть в пределах приличия, чего бы мне это не стоило. Но вы, вы ангел красоты, вы красавица. Из меня, благоразумного человека, вы сделаны из бежимого смазброда. Простите меня. Я вас прощаю. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 в моем доме. Я и так достаточно слышу качество от гостей, которые бывают у нас. Чужим я запретить не могу, а тебе запрещаю. Мы должны билить свою жизнь. Конечно, слишком часто заботиться о себе. Крях. Но, берись суть, жизнь мы обязаны. Мало, мы видим несчастных случаев. Сломается экипаж, разобьют лошади. Да куча на перцу пьяный завезет в канаву. Провидение печется, ведь себе прямо, говорит, не ездит удар. Ты подавишь себе опасность, и кто же будет виноват, что ты не послышал благого совета и сломишь себе голову. Но ведь нам-то никто не говорил, не ездит. Разве для этого нужны слова? Дурная встреча и лодка, свечи и всяких слов. Еще если была крайне необходимость, то лучше нечего делать. А то ехать, да бог знает зачем, что провести весь вечер, весь вечер пустых разговоров, пересудах о ближнем. Ну, для этого принято играть указаниями свыше и подвергать себя очевидной опасности. А, я знаю, куда чудо ты ходишь, я втуда. Ты думаешь, что я читал Курчаева, этого нераскаянного безбожника, которого я к себе пускай, кстати, не видел. Я не понимаю, мадан, чем бы он не понравился, Курчаев. Да как он мне может нравиться? Он смеется моей присутствием над самыми священными вещами. Когда же, мадан, когда? Да всегда. Постоянно. Он смеется над моими страницами, над юродивыми. Но вы же говорите, что он смеется над священными вещами. Ну да, я ему как-то говорю. Посмотрите. Ой, матреша, уж от святости лицо начинает светиться. А он говорит, это не от святости, а от жиров. Вот уж у этого, вот я ему никогда в жизни прощу. Я редко ошибаюсь в людях. Вот и оказалось, что он за человек. У меня, кстати, на днях два письма попрощили. Прочти, если хочешь. Да разве верят безымянным письмам? Да если по одному. Можно было бы еще сомневаться. А то сразу два и от разных лиц. Скитающие люди пришли. Что она говорит? Бог ее знает. Ударяют на бокомальцы. Две их накормить. Вот, еще одну. Видно, что пишут и женщины сами, да? Менилась ли вы государыня Софья Игнатьевна, хотя и не несчастье. Боже мой, вот, слушай. Выбор вами такого человека, как Егор Васильевич Курчаев, заставляет меня заранее проливать слезы, обучить тех бедной Машенькины, ну и так далее. Удивительно. Я не знаю, что и думать об этом. Ты и дальше станешь сходить со мной. Но, впрочем, мой друг, если ты желаешь, то уходи за него. Я не хочу, чтобы меня считали тираном, но только ты знаешь, что ты мне этим нагорчаешь. И что едва ли ты будешь жаловаться, если я тебе не жадите денег. И самое-то главное благословение. Не бойтесь, Матан. Я не пойду замуж без денег и без позволения родных. Мне Жорж Курчаев очень-очень нравится. Но если вам не угодно, я с него не пойду. Никакой чахотки со мной от этого не будет. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, Матан, пожалейте меня. У меня благодаря вам есть деньги, а мне хочется пашить. Понимаю, мой друг, понимаю. Ай, найдите мне жениха какого угодно, и я за него пойду без всяких возражений. Мне хочется поблестеть, покрасоваться. Но я ухожу в твое положение, но в свой тыс в том возрасте извините. А я буду постарше, Матан. Я весьма вероятно буду жить так же, как вы. Это у нас в роду. Дай Бог. Я тебе от всей души желаю. Это прямой, настоящий. Да, Матан. Но сперва-то мне нужно выйти замуж. Не хочу скрывать от тебя, что я нам в большом затруднении. Нынче молодежь так испорчена, что ночь, ночь сложно найти такого человека, который бы мне нравился. Но ты, матеря бы не знаешь. Матан, у вас же такое большое знакомство. Крутицкий, Мамаев, Градулю. Они вам помогут. Найдут или укажут точно такого человека, как вам нужно. Я в этом уверена. Ой, Крутицкий, Мамаев, Граду. Да они люди, Мария. Они могут обмануть. Да и сами обмануть. Ну и что же делать? Надо же дать указание. Без особого указания я никак не решила. Ну откуда же явится это указание? Оно явится сегодня же. Ты об этом скоро узнаешь? Получай, вы не отказывайте от дома. Пусть едет. Но только-то знай, что он тебе не жених. Я вполне полагаюсь на вас. Я ваша самая покорная, самая покорная племянника. Ты, милая дитя. Я буду богат, и я буду жить весело. Ведь и вы прежде жили весело, да, Панка? А откуда ты знаешь? Я точно знаю. Я знаю, что вы жили очень-очень весело. Да, ты знаешь немного, но ты не можешь и не должна знать всего. с Ромой. Вы самая лучшая женщина, которую я знаю. И я беру вас примером для себя. И я тоже хочу жить очень весело. И если... Если я согрешу, я покаюсь в это. Я буду грешить. Не каяться. Грешить. Не каяться. Так я буду грешить. Милая дитя, она и сама это не должна не видать, что говорит. Но я всю силу употреблю, чтобы она была счастлива. Она вполне этого заслуживает. Ну, или еще твоим старым знакомым, приятелем старым. Помните эти мы... Ах, не вспоминать эти же... Да что ж не вспоминать. Если у вас и было в прошедшем что-то плохое, так вы уж, наверное, давно покаялись. Хе. Я признаться вам сказать, очень часто вспоминаю и ни о чем не жалею. Играть. Сударня, уродливый пришел. Что такое? Как тебе не стыдно? Какой уродливый? Юродивый. Бери его накормить. Как глупо эти люди? Самое обыкновенное сказать не будет. Ну, я бы не сказал, что в нынешнее время юродивые бывают самые обыкновенные. Ну, если не считать вас, вряд ли. Где еще? Ну, я и живу как следует. Ну, я и живу как следует. Ну, я хотел сказать, что когда вы вели другой образ жизни, вы были здоровее. Ну, здоровее, здоровее. Здоровее телом, но и душой. Ну, это я не знаю, это не мое дело. Я хотел сказать, вы были здоровее. Вы еще довольно молоды. Там еще можно пожить как следует. Ну, я и живу как следует. Ну, то есть рано бы ханжи. Не катится. Он и странный, странный человек. Ну, да, Рыня. Странный человек пришел. Откуда он, ты не спрашивала? Говорит, и в стран неведомых принять его и посадить за стол вместе с теми. Ой, сударня, вместе с донимом. Ой, да поди, поди. Ну, у этих, что и странный человек у нас приходит. Хоть бы в паспорте велели справку. Ну, зачем? А затем, что так и до беды недалеко. Вот, у одного тоже три странника спасались. Да все трое оказались грамеры хорошие. Что ж за беда? Да ремесло-то, худое. Ведь не портреты же они землян как-то драмируют. Лики. Да как же не лики? Целковые. Ах, боже мой. Вот, добродетель, добродетель. Но ведь осторожно. Не помешает. Я делаю добро для добра, не разбирая людей. Я с вами хотела посоветоваться. Насчет Машеньки. Вы знаете, что на таком возрасте, что... Я знаю, 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 да. Вот нет ли у вас на примете какой-то молодого человека? Ну, вы знаете, какой мне нужен. Молодого человека? Какого вам нужно? Вот в том-то из-за корючка. Так, кстати, есть такой. Есть. Есть. Верно. Молодой. Образованный. Говоренец. Может сделать отличную карьеру. Его мне рекомендовали для некоторых занятий. Далеко пойдет. Далеко я вам не знаю. А кто он такой? Он, что он, как он. Так-то он же мне адрес оставит. Вот так. Он мне уже не нужен. А, ой. Егор Дмитриевич глумал. Вот возьмите. Может быть, и приятелиться. Ой. Благодарю. Да какая-то благодарность. Что? Наш дом. Ну, прощайся. Ну, заходите. Али, как? Навещается. Вот и старый человек, а как легкомусленный. А все-таки надо узнать об этом Игоре Дмитриевичу Глумове. господин Градулиев. Прости. Игорь Дмитриевичу Глумовичу 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 Глумовичу. И я-то Бог бы сделал, что вручил его вам. Вы, человек, помытый важными делами, когда вам помните о верных, несчастных и не темных? Я туда даже вспомнил. Вы, кажется, изворили меня узнать о ржае. Ну, не о ржае, о гадальщице. К ржае ни за что бы на свете не поехал. Слушай, изворите. Я в этих тонкостях не силен. Одним словом, вдава калеческому регистратору. Улита Чмогаева. Какого бы она звания была, это все равно. Во всяком случае, она женщина солидная, почтенный возраст. И я очень благодарна за то, что я пользовалась ей особенностью. Особенным положением. Конечно. Особенным положением, как и сделала видна, пользовался отставной солдат. Вздор. Кривитар. Она имела успех, она имела знакомство с лучшими домами. Ей позавидовали. И отливитали ее. Но я надеюсь, силы продали. Справедение должно отрождествовать. Нет. Я по Владимирке. Как? Вот ваш поленый суд. Сострадь нереденную женщину. За что же, за то только что она приносит пользу другим? Так ее не за гадание. Судили. Ее судили за укрывательство заведомо крайних вещей, за приставное держательство, запоение какого-то купца. Но, боже мой, что вы говорите? Истинную правду. Вдова на ногу спросила ее вести свое зелье. Для мужа, чтобы он ее крепче лезвил. Мы сделали по правилам на модели. Зато единственное, забыли спросить позволения медицинского права. Ну, а что же купец? Подействовал. Умер однако, но нет любви. Боже мой, как жить на свете? Не то, что жить нельзя, а при смутном понимании вещей мудрено. Пусть, пусть меня обманывают, пусть ошибаюсь в людях, но помогать несчастным, помогать людям для меня единственное блаженство. Блаженство. Дело нешуточное. Как трудность в это время встретить блаженного человека? Блаженный человек пришел. Неужели? Откуда он, ты не спрашивала? Должно быть из азиатцев. Я так полагаю. С чего ты взяла, что он азиатец? Ой, очень он страшен. Прямо глядеть жутко даже. Принять его, накормить и спросить не нужно ли чего ему. Слушай, Иван Иванович, я хотела вас спросить. Слушай, нет, у вас напрямите домашеньки кого-нибудь. Жениха? С которой снять похоже назвал московскую. Мое призвание решить узы, а не связывать. Даже супружеские. глазами носите. Оттого и не желает. Никакому любому батарею. Ну, помнишь, ну так нет ли? Да, 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 кажется, на дне кого-то я видел. У него так на лбу написано «хороший шиних». Вспомните, Глумов. Хороший человек? Хороший человек. Вы, честный человек, я больше ничего не знаю. Как вы сказали? Глумов. Любарь Дмитриевич? Да-да. Вот и Крутицкий мне его советовал. Ну, у него на лбу то есть на разу как написано «хороший жених». Прощайте. Это за уже. Который раз есть у не свершение этого человека. И все-таки я не доверяю пути Крутицкому и Градулино. Но все-таки что-то здесь да есть. Если его советуют люди совершенно противоположных убеждений. Зови Машеньку и проси чтоб всех сечли сюда. Какая потеря для нас что имя умер Иван Яковлевич? Вот я всю думать не пришлось . Съездила спросила и такое не знаю заметили ее момент. Но впрочем от нее немало сверхъестественного. Машенька И как же вы поверите, Оракулу, мне что-то страшно. Так и нужно, так и должно быть страшно. Мы не можем, мы должны без страха поднимать завесу будущего. Но и кто же нам приподнимет эту завесу? Тот, кто имеет власть. Ванефас. О, вот кто. Милости просим, пожалуйте. И то, и то. Пришла, пошла шабала, пришла шабала. Ох, батюшки мои, молчи, молчи. Премудрость. Пришла и села, как вошня. Ой. Удал господь, дожили. Чего для Эльмата выключила? Очень рада, что сподобились видит тебя. Сподобились. Все сподобились. Ждем. Что скажешь мать Манефа? Ждали. Ждали сапога, да пришел в лаптях. Ах, батюшки, батюшки, запоминайте, запоминайте хорошенько. Я хотел спросить тебя. Не спрашивай, пелок знаю. Девка меньше, да бабы больше. Так, 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 так. Но человеку-то знать нужно. Не скажешь, чего рабе Марии. Может, во сне или в видении тебе. Было видение. Было. Идет Егор с высоких гор. Скажите. Егор. Может быть, это он? Погоди. Кто он такой? А я почем знаю. Увидишь, так узнаешь. Да ты нам приметы-то скажи. Погоди. Кому белокур? Кому белокур. А к вам шатен. Шатен? Я тебе кручаю шатен. Может быть, это все-таки он? Ведь ты слышала, видение было. Ну, может ли гусар безлочным людям видение хребляться? Да, что они не кинали. А ведь по картам-то ходит Егор. Что ты имелишь? Как ты по картам им-то увидала. Вот отмолвусь, язык-то наш. То есть, шатен по картам-то. Они ведь простые. А теперь все известно. Но Егор много. А шатен тем более. Чушь, чушь, нет, далеко. А суженый у ворот. У ворот. Свяжайся, собирайся. Гости будут. Когда? Сейчас, в сей миг. Кто-то пришел. Нил Федосеевич, мама. А где? А с ним. Барин молодой. Весь в шатен. Как вы мне живые. Ну, Машихан, услышаны мои молитвы. Тут так необыкновенно мотают. Я все прямо-таки дрожу. Иди к себе. Ты позже рыдешь. Успокойся. Ой, конец всему делу венец. Под руки ее и чаю, и чаю. Чай? Пьют отчаянные. Ну и ничего там не только нет. У церкви стояла форвета. Попробуем. 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 Позвольте представить вам моего пленника. Егор Дмитриевич Голубов. Прошу вас любить его и жаловать. Вот уж шатен. Благодарю вас. Я полюблю его как родного сына. Кратино. Ну что, готово? Готово ваше превосходительство. Четко красиво. Отлично. Браво, браво, браво. Вот кракта. Отчего же не прожект? Прожект ваше превосходительство. Это когда что-нибудь новое предлагается. А ваше превосходительство наоборот. Все новое отвергается. И совершенно столь и длина. Какой думаете трактат? Трактат лучшись. Трактат. Да, ну, пожалуй, ну, пожалуй. Трактат о вреде реформ вообще. Вообще-то, не лишний. Это главная мысль вашего превосходительства. Что все реформы вообще вредны. Ну да, вредны. Но если не важно и что-нибудь заменить, улучшить. Я против этого ничего не имею. В таком случае это будут не реформы, а поправки. Проказ. Так, пойдем дальше. Артикул первый. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Что заключает в себе реформ? Реформа заключает в себе два действия. Первое. Отмену старого и поставление на место оного чего-либо нового. Какое из сил действий вредно. И то и другое. Отметая старое, мы даем простор опасной пытливости ума проникать причины. Почему то или другое отметается. И составлять таковые умозаключения в такое-то учреждение отметается, значит оно непригодно. А сего быть не должно. Ибо сего возбуждается свобода мысли и делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждение не возбуждено. Надеюсь, будет понятно для всякого, так сказать, популярно. Мудреной заказ софизмы. А непривешимой истины? Совершенно так. Вы думаете, что это непривешимая истина? Совершенно ввезион ваше происходительство. А что они тебе стола-то не ставят, а? Ничего, я бы ставил. Ну да, конечно, нельзя всякому дозволить, а то, пожалуй, рассядется, там, магазинщик со счетом или фартной, там, ну нет. Я должен буду просить прощения ваше происходительство. Прощение? Ну что такое, можно ли делать? Некоторые слова о выражении в вашем трактате оставлены мной без всякого изменения. Ну, так что же у меня там в 25-м практикуле? Артикул 25. Увеличение оклада в присутствующих местах, если почему-либо такое потребуется, должно быть произведено с крайней осмотрительностью, и то только председателем и членом присутствия, а отнюдь не младшим чиновникам. Увеличение оклада в старше может быть произведено на тот конец, дабы сии наружным блеском поддерживая величие власти, которое должно быть ей присуще. Подчиненный же, сытый и довольный, получает не свойственное его положение сальси и самоуважение, тогда, когда успешно и устроено в течение дел, подчиненный должен быть вечно робок и трепетен. Да, верно, верно. Вот, слово «трепетен» ваше превосходительство меня очаровало совершенно. Ты что, курешь, что ли? Ну, ты курешь спички на камене. Я не курю. Впрочем, как прикажете. Да вот еще, мне-то какое дело. Дядя, не видел твоей работы? Не, что вы, как бы я смирился. Ну, то-то же. Он только говорит, что он умный. А ведь он болван совершенный. Не смею спорить с вашим превосходительством. Он только другие учат. А сам попробуй-ка написать. О, он и увидел. А жена тоже дура замечательная. И за нее не заступлюсь. И как ты с ними взрываешься? Не понимаю. Ну, ждал с превосходительства. Ты что, служишь, что ли? Поступаю. По протекции тетушки Иван Иванович Городулин обещал достать место. Вот еще. Нашли человека. Определит он тебя. Все эти Городулинские-то места скоро закроются. Ты ищи прочего места-то. Он у нас считается человеком опасным. И тебя не по-новому через день. Да? А я уж думал. Ну, что ж, поступай без службы. Тебя, но, пожалуй, болтаться ты хуже. Потом, если переедешь в Петербург, я могу тебе письмо дать. Там, служить-то виднее. У тебя прошлое-то хорошее. За тебя можно рекомендовать-то? Я ленив был учиться в ваше превосходительство. Ну, что ж, это не важно. Очень когда учишься, так оно, пожалуй, и хуже. Нет ничего важнее. Не совестно признаться перед вашим превосходительством. Да что такое? Ты уж говорил лучше прямо. Молодости, увлечения, студенческой жизни. Только я больше старых обычаях придерживался. Каких старых обычаях? Ну, то есть, вел себя не как нынешние студенты. А как же? А как же ты себя делал? Кудил ваше превосходительство. Ох, и только-то. И все, больше ничего. Храни меня, Бог. Что ж, это даже хорошо. Так и должно быть. Молодежь, ведь так надо. Ты, кути. Витя, кого тут стыдиться-то? Ведь ты не барышня. Ты мне с первого раза понравился. Нам такие люди нужны. Ну, а уж я замолвил за тебя в одном доме словечко. Мне сказывалось офигнательно. Я ей слабо нахожу благодарить ваше превосходительство. Ты присватался, что ли? Там Витя уж очень хорош. Я на деньги глуп ваше превосходительство. Девушка очень хороша. Ангел. Ну, я не умею тебе сказать. Все они, брат, одинаковые. Вот знаю тетка, тетка, хамжа. Однако, мой милый, сколько же я тебе должен закладить? Ну, что вы, ваше превосходительство, не обижайте. Это ты меня не обижай. Не обижайте ваше превосходительство. Это ты меня не обижай. Если уж хотите отблагодарить, так и счастливите. А что такое? Что в дело? Брак, такое дело великое. Такой важный шаг в жизни. Вы не откажитесь. Благословление такого высокодобродетельного лица будет служить залогом. Даже для будущих детей. Посажу меня свечто, и что-то я не пойму. А счастливите ваше превосходительство. Изволь, изволь. Ты бы так и говорила, но дело-то не мудрое, но нет. Тебе больше не нужно ваше превосходительство? Нет. Честь имею кладиться. Прощай, мой милый, старший. И что уж бронят молодежь. Ведь есть же среди них вот и сердцем. Ах, если бы он помстил, да как будто немного подлец. Ну вот, попериться, и дай бог, все пройдет. Нет, по-что бы с молодыми дамами полюбезней. А то сидит в своем кабинете такой нелюбезный старичок. Ой, да где уж мне? Был, конь, да уездил-то. Пора таки молодым дорогу-то. Ой, нынче молодежь-то хуже стариков. Что, жалуйтесь? А разве не правда? Правда, правда. Никакой сообразительности, никаких чувств. Это от того, что на театре трагедии не даю. Молилась ли ты на ночь? Как ее там? Да бог с ней. Но ваш родственничек мне очень понравился. Милый, молодой человек. Он, не правда ли, очень мил? Ну да, ну да. Уж вы его балуете. Чем балуем? Ну как же, как же. Жените, какую невесту-то нашли? Какую? О-о-о. Вы отживаетесь? Да на ком же, на ком? Да то, Русин уже, как будто не знаете. Двести тысяч преданного. Не может быть, я вам говорю. Не может быть? Не может. А, малый-то, с сердцем. Я, говорит, ты не из-за преданного. Звал меня посаженный отцы. Сделайте, говорит, честь. А че ж не сделают-то? А, я, говорит, не нужно мне преданное. Девушка. Девушка мне очень нравится. Юля. Ангел, Ангел. И так с чувством, говорит. Что с вами? Я оживаю на совсем. Не грим. Скажите вашей жене, что я хотела ее подождать. Да не могу. Очень дурно себя чувствую. Да что вы. Вы выглядите такой здоровой. Прощайте, прощайте. И что ее кольнуло? Вот ведь с бабами хуже, чем дивизия и команда. Насилу кончат. Интересный разговор с Крутицким записан весь. Любопытные памятники для потомства. Чего стоило ведь этот бред только запомнить. Я разговор с ним пересолил немного. Ну да ладно. Еще молодой, увлекаюсь. Да это и не мешает. Кашу маслом не испортишь. Так. А вот, вот, дядюшка. Дядюшка у меня прелесть. Сам учил за своей женой ухаживать. И тут я увлекся. Это дело, это не шуточное. Как мы не скрываем, наш святовстой ведь узнает. И помешает. Не из любитых из-за ревности. Женщины, они ревнивые. Любить не всяко умеют, вот ревновать. Это уж любая может. Маленькая, вы к Туросиной? К Туросиной. Вы слишком поздно, маленькая. Туда нужно идти с самого утра. И каждый день там и сидите. Так и надоест можно так. Что поделать? Садитесь с прислугой. С годрашественной. Со странницей, с приживалками. Не жалей для них никаких денег. Вот, сходите в город, купите две-то макеты серебряных небольших. Хорошо. Все эти приживалки нюхают, табак, зло. И очень любят подарки. Ступайте, побыстрее, по радость бога. Раньше, чем через неделю нельзя, никак не получится. Долго. Измучаешься весь. Сейчас ведь само в руки плывет. Призевать такой случай жалко мне. Думаю, грех, не простите меня. Что-то я еще хотел записать. Нет, нет. Расходы. Две табакетки серебряных. А вот это кто? Крэмпатруль Львовна? Вот чудо чудное. А знает она или не знает. Сейчас проверим. Мог ли я ожидать такого счастья? Не горячитесь я не к вам. Зашла вашу матушку навестить. Не знает. А она только что пришла перед вами. Не жаль. Ну уже проходи. Так, пара простяков. Минимум 25 рублей. А больше? Сколько хотите. Я не огнируюсь. Интересно. И кто же вам сказал, что я имею возможность такую щедрую милостырю давать? Я не мелкий прошел. Я за труд. За труд? За какой? Какой? Я ходил за вами. Наблюдал. Написал черты из жизни вашей. Также написал вашу биографию. И прям был к этому портрет. Так, не угодно ли вам купить у меня оригинал? А то есть я продал журналы? Ну вот видите, я ведь прошу немного, но... И делюсь, я не высоко. Меня куда-нибудь? Печатайте. А кто вас читает? Я же не тысячу рублей прошу. Я ведь знаю, что большого вреда вам составить не смогу. Ну а все же. Неприятности. Сканачки. Ведь лучше для вас, чтобы порти не было. Вы знаете, как называть наш поступок? Естественно, умением будет состоять. Да честно ли это? А вот этого я не знаю. А должно быть честнее, чем посылать анонимные письма. Какие письма? Чем докажется? Не горячитесь. Лучше попросить заплатите. Я вам советую. Пяти копеек. А может, теперь попятые невесты ведут? Прочитает. Ах, нет. Уж лучше поплатить. Ура, нет. Дешево прошу. За что платить? Вы теперь поваритесь? В следующий раз придете? Дорфе мой. За кого вы меня вообще принимаете? Убирайтесь. Ну ладно. А то если еще вы умирите, я побоюсь в каком хотите. Пять рублей я куплю. Деньги на это. И пяти копеек не дам. А у вас в курить не найдется? Нет. Освободите меня от своего посещения. А что это у вас там? Такая вот грязь какая. Это же что за новость? Убирайтесь. Мне же интересно. Убирайтесь, я вам говорю. У вас нет чужого благородства, потому что ваш вы сегодня. Прощайте. Вот принесло, вот так. Да просто печатай. А я всего лишь по слову напечатаю, вот и все. Никого нет. Куда же он делся? А я, ну что? Дневник его. Ай, как зло. Это ужасно. А вот и невесте. Я так и знала. Он меня обманывает. Боже мой. А это про меня-то. Мне дурно. Я обманываю. Какой низкий, низкий человек. Вот мысли. Он никак не подобает на меня. О, как я могу его унизить. Как мне приятно будет видеть его унижение. Когда все отвернутся от него, выкинут как ненужную вещь. Какой круткой речкой он ко мне приползет. Какой же из рук вон. Кто был у нас? Таких людей нельзя пропускать не только каким видом. Написал рад ругательную статью на меня. Я пришел за деньгами, а тут, говорит, напечатаю. Что за ушки вы говорите? А кто он такой, я желаю знать. А вам зачем? Ну-ка для того, чтобы беречься. Галутые. Где третий? Где день, где ночь. Тоже адрес можно узнать в редакции. А на что? Ну, а вдруг кто меня обидит. Вот и мщение. А вы шутите? Ну, конечно, шучу. Так вы дали мне? Немного он и бидор, а все-таки так покойнее. Всякий скандал нехороший. А если ему дадут больше? Кому это надо? У меня и врагов-то нет. Так вы решительно отказываетесь от невестки? Решительно. Так вы знаете, чего вы всегда решаете? Денег. Ну, у меня и граниральные деньги. Так ведь много денег. Двести тысяч. Знаю. Да ведь этого не бывает. А в этом доказательстве все бывает. Вы герой, вы герой. Ну, прощайте, душа моя. Я жду вас сегодня вечером. Как гора с плеч. Форак невесте. Конечно, это все мелочи. Но когда дело не шуточное, по неволе будешь пуглев и осторожен. Прав ты мне на эту невесту. Главное, это приданное никаких. Все взято одной энергией. И это все может разлететься каждую минуту в прах. Так, будешь пуглев и осторожен. Ну, теперь бояться нечего. Креопатру львовную я успокоен. И галузина заплачена. Я все уладил. Все уладил. Все уладил. Так. Шляпы, перчатки. В этом бумажник. А здесь мы... Вот беда-то. Падает. Все падает. Я ловлюсь. Глубокую бездну ловлюсь. Зачем я его завел? Какие подвиги в него записывал? Глупую детскую злобу тершил. Если уж и делать такие вещи, их нельзя нигде записывать. А что же я тебя ругаю? Я только что сам предоставил записи подвеца, их за ним же и написаны. Что я тебя ругаю? Меня будут ругать? Меня все ругать будут. Кто же это? Это он или она? Если это он, откуплюсь. Это беда невелика, он на деньги пойдет. Если она... Что-то как в наличии. Женское сердце мягкое. Мягкое-то оно мягкое, но ведь злее женщин ничего на свете нет, если обидеть ее чувствительно. Женщина ужасная. Она может такую гнусость придумать, что мужчине никогда и в голову не придет. Ну, сделать нечего. Пойду прямо в позднее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как все это быстро сделалось! Я сама не понимаю, тут или тонкая интрига, или... Чудо, вы думаете? Я ничего не думаю. Я просто голову потеряла! Да я его знаю давно и ничего особенного у него не замечал. Кажется, он человек хороший. Он явился каким-то неотразимым. Все за него. Все знакомые тетушки рекомендуют прямо его. При жевалке по снею его видят каждую ночь. Странницы тоже. Станут на картах додать, выходит он. И, наконец, манефа, которую тетушка считает чуть ли не за святую, никогда не видав его, описала наружность и минуту, когда мы его увидим. Ты уж ничего не поделаешь. Судьба моя в руках тетушки. Она им совершенно очарована. Значит, отдадут ему вас. Отдадут деньги. Добродетель награждается. Порог наказа. С вашей стороны возражений нет, а про меня и говорить нечего. Я должен в молчании удалиться. Еще с кем-другим я бы поспорил. А перед добродетельным человеком я парс. Я никогда этим не занимался. Тише, на ней иду. Когда я почувствовал призвание к семейной жизни, я решил взглянуть на это дело серьезно. Жениться для того, чтобы взять деньги, это не в моих правилах. Жениться по любви. Ведь любовь, чувство приходящее, плоское. Я решил, что в выборе подруги на всю жизнь должно быть нечто особое, нечто роковое для того, чтобы брак был крепок. Я решил найти кроткое женское сердце и связать его со своим неразрывным бомбом. Я говорю, судьба, укажи мне это сердце. Я покористую им веление. Я сама тоже говорю, но не все верят. Я ждал чуда, и я его дождался. Скажите, дождались. Это чрезвычайно любопытство. Я пошел к одной благочестимой женщине. А не к манефе ли? Нет, к другой. Я манефы не знаю. Я только вошел к ней в дом, она еще не видела лица моего. Она сидела ко мне задом, заговорила. Ты невесту ищешь, а они тебя. Вступай, зажмурившись, и найдешь. Я говорю, куда идти? Укажите мне. Она говорит, как только войдешь в первый незнакомый дом, где ты ни разу не бывал, и там ищи, там тебя все знают. Я даже сначала не совсем поверил. Она поутру мне это сказала. А вечером меня дедушка к вам привел. Тут и невеста есть, и меня здесь все знают. Ах, много чудесного, но мало избранных. Разве не ясно, это здесь предопределение? Я ведь даже не совсем успел осведомиться чувством моей невесты. Мария Ивановна, я довольствую, что только ее согласен. А ничего больше не нужно. Такой брак должен быть благополучен. Непременно. В этом браке нет людского произвола. Соответственно, нет и ошибки. Вот правило. Вот у кого надо учиться, как жить. Ивана, Иванович, и корабль у нас. Может, это прохладно становится. Пойду одеваться, быть теплее. Пойдемте в сад. Здравствуйте. Сколько денег берешь? Кажется, 200 тысяч. Как вам удалось? Так вы же меня сами рекомендовали. Мне все фигнатино сказывало. Когда же... Да-да, вспомнил. Как же вы подавили струси? Вы же были надуматься. Очень просто. Я с ней не смогу. А если она в доме? Ее исправить невозможно. Так чему же пытаться? Да... Так вот вы как. Это хорошо. А на днях будет напечатан трактор крутиться. Неужели? Нужно его отделать хорошенько. Это очень легко. Еще бы. С вашими способностями-то. Но вы еще очень молодой человек. Вы можете себе навредить. Вас надо будет грудить. Вы уж напишите. А я так и буду. Пожертвую собой. Мы вам за свое. Надо-надо. Вы только гляньте, что печатают. Да... Великолепный мужчина. Нам такие люди нужны. Нужны ватенька. Нужны... А где мой номер? В саду гулять. Пойдем полтора сентября. Я скоро вас догоню. Ну что, нашли? Нет. Голубь, ты можешь положиться, что не брал. Я, говорит, без куска хлеба останусь, но какой гнусости не сделаю. Кого же взять? Потеряли где-нибудь? Даже представить не могу. Найдем кто-нибудь, да бросим. Хорошо, если бросим. А чего же вы боритесь? Разве там было что-нибудь такое? Ничего такого. Любовные заметки, стишки, почта кудри. Так вот, дневники очи-то кудри? Так не беспокойтесь. Никто не обратит внимание таких дневников в бездно. Ну а что же вы здесь один? Где ваша невеста? В саду гуляю с молодыми людьми. И это еще одно доказательство, что я женюсь не по склонности. Мне нужны деньги. Нужно положение в обществе. И все же мне быть милым молодым человеком. Пора быть милым мужчиной. Сейчас меня не замечают. А то вдруг же говорят, эх, какой красавец. Точно из Америки приехал. И все будут завидовать вам. Отчего же мне? От того, что я ваш. Так как жизнь можно было взять деньги без невесты? А то у вас будет молодая жена. Это и не мешает. Я продажил карман для денег, руку для невесты. А сердце мое по-прежнему ваше. Вы опасный человек. Вас слушаешь, слушаешь, да, пожалуй, поверишь. На каких раз закат я буду подъезжать к вам? Подъезжайте, подъезжайте. А теперь пойдите к невесте. Нехорошо оставляйте ее. Если хоть она вам не нравится, из приличи полюбезничайте с ней. Вот вы сами посылайте. Ступайте, ступайте. Куда вы? Домой. Да, мой такой печал. Погодите, я догадываюсь. Да погодите, я вам говорю, какой противный. Мне вас нужно. Вы влюблены? И вы ничего не знаете? Позвольте мне удариться. Я поеду домой рано одна, вы меня проводите. Ну, что ж вы всегда молчите? Послушайте, будьте откровенны со мной. Я приказываю вам, как тетка. Я знаю, что вы влюблены. А она вас любит, ну. Я уверена, что любит. Не теряйте надежду. Ну, мало ли, какие сюрпризы бывают. Во всяком другом случае я мог бы... А здесь что? Софья Игнатьевна заявляет, такие требования. Какие? Она ищет добродетельного человека. Ну, так что ж? Я никаких добродетелей не имею. Как никаких? Что ж, у вас только порог? Я и порог не имею. Я просто обыкновенный человек. Погодите, погодите. Так может, это и лучше. Не леять добродетелей, но и не иметь порога. Поздравляю вас. Вы с каждым днем все больше расцветаете. Очень рады вашему счастью. Господи Неглумове, так много хороших качеств, что мне становится страшно. Я не считаю себя достойной такого мужа. Только не же искать добродетелей, как не в вашем доме. Вы можете пользоваться и примером, и наставлением от вашей тетушки. Я ей очень благодарна. В наше время принято не верить ничему. Этому моде только и слышишь от господ неверующих. Зачем пускает к себе манев? Вот бы я пригласила господ неверующих посмотреть, какая она обманщица. Я очень рада за нее. Она войдет в моду, получит большую практику. И мне Москва не должна быть благодарна, что я нашла такую женщину. Я этим для Москвы ночью много сделала. А где же ваш жених? Что-то я его не вижу. Машенька. Где Егор Дмитриевич? Он в саду с Городулиным. По рекомендации всех моих знакомых, ну и по некоторым другим причинам, я уже готова была встретить прекрасного молодого человека. Но при познакомке с Егор Дмитриевичем покороче, я увидела, что он превзошел ну все, все мои ожидания. Да, голову, может быть, не кровно идет. Чего тебе? Какая-то газета, наверное, это не ко мне, какая-то ошибка. Да нет, к вам. Вот видите адрес? Очень, очень как-то все это странно. Какая-то газета. И кто же превзошел все ваши ожидания? Ваш племянник. Что вы говорите? Не стал никому его сватать сразу к валу. Вот смотрите, какая-то у нас здесь газета. Может быть, вы разберете? Ну давайте, посмотрю. Давайте. Так, вот это и не газета, а только лист из газеты. Ну это не из редакции? Нет. Ну и что там? Сейчас написано, как выходят в люди. Ну, а это до нас не касается гостей. Нет, ну почему же? Здесь даже и портрет есть. Егор Митлевич Колумбов. Давайте-ка сюда, это интересно. Нет, это, возможно, какая-то интрига. Я еще не понимаю. Вы не меня не подозреваете? Я в живописи не силен. Только вас и умею рисовать. Тот, кто писал эту статью, должен очень хорошо знать Егор Дмитриевича. Тут и все малейшие подробности его жизни. Но если это, конечно, только не будет. Да нет, рука-то его, а вот подпись с другой рукой. В доказательство того, что в статье справедливым предлагается съесть дневник. Так что, читать-то будем статью или дневник? Уж лучше оригинала. Так вот, ладно, начнем страдиться с заложник закладкой. О, тут счет. Манефер 25 рублей. Ей же еще 25 рублей. Тур набитый, берется предсказывать. Учил, учил, на силу наладят. Ей же послан, не только ровно. Ей же дадим, но в дому у меня 15 рублей. Очень неприятно, что таким прибыльным берестом занимаются глупые люди. Любопытно узнать, что она возьмет с Туусиной. Спросить после. Двум прижевалкам Туусиной загадания на картах и зарассказывания слов, которых они должны видеть каждый день меня по 7 рублей с полтинок, и посередине эту байкерку. Десять рублей золота. Всех проголю, всех. Злой быть грешной, доброй, глупой. Как жить на свете. Ой. Я вижу, что это мне и не по уму, и не по силам. Располагай собой как хочешь. Я больше тебя трогать не буду. А мой выбор уже сделан, мотан. Ну и прекрасно. В нем ты не ошибешься, потому что он ничего хорошего не ожидает. Ну да. Садай. Ах, вы скажете про глуп? Конечно. Продолжайте с чуть-чуть. Ах, ну человек. Головеку Мамаева, за то, что привез к корне своего барина обманом, пользуясь ему слабостью, пытающийся в нами квартирам, этому благотетелю мы 3 рубля. Чувствую, что мало. Так, ладно, тут дальше разговор со мной, это совсем неинтересно. Ага, вот первый визит Крутицкому. Муза. Распоем доблестого мужа и его прожекты. Нельзя довольно любоваться тобой, маститый старец. Поведай нам. Поведай миру. Как ты ухудрился дожить до 60-летнего возраста, сохранив во всей неприкосновенности ум. Шестилетний ребенок. Ну да ладно, это Пашка, кому же приятно. Ну что же, позвольте, тут вот несколько слов о Городулине. Городулин. В каком-то глупом споре о расистных лошадях одним господином был лазер, либерал. Он так этому обрадовался, что три дня по Москве ездил и всем рассказывал, что он либерал. Так теперь и числится. А это похоже. Похоже, похоже. Вы про себя почитайте, похоже ли на Ису Иван Иванович. Вы боитесь, что похоже. Иван Иванович вас не заметил. Вот почитайте, как нас тут расписали. Кто же современный ювенал? Племенникой? Глумов? Отдайте Иван Ивановичу трюкупись автору и попросить, чтобы он удалился незаметно. А отчего же незаметно? Я не объясняться, не оправдываться, не стану. Я не скажу, господа, что вы скоро пожалеете, что ударили меня из своего общества. Милостивый государь, вы находитесь в обществе честных людей. Да. Да? Да. А вы сами ваше превосходительство догадались, что я нечестный человек. Может быть, вы бы вашим проницательным умом убедились в моей нечестности, когда я взялся за отделку вашего трактата. Потому что какой же разумный человек возьмется за такую работу. Или вы убедали мою нечестность, когда я проболепно унижался в вашем кабинете, восторгался самыми дихими вашими фразами. Нет. Тогда вы были готовы целовать меня. И не попротите вам этот несчастный дневник на глаза, вы бы долго, долго, всегда считали меня честным человеком. Да, но... А вы, дядюшка, тоже сами догадались, а? И так далее, как вы учили меня льстить крутицкой. И так далее, как вы учили меня, он кажется за вашей женой, чтобы отвлечь ее от других поклонников. А я же манился, да, и плекивался, что не желаю, что не совестно. Нет. Я притворялся, вам было приятно, потому что я давал простору учить меня уму-разуму. Я давно умнее вас, и вы это знаете. А когда я прикинусь дырочком, и буду просить у вас разных советов. Вы рады-радегоньки. И готовы клясться, что я честный человек. Но о чем здесь говорить? Мы все-таки свои люди. Вас, Софья Игнатьевна, я обману. И перед вами я обману. Ну, даже не перед вами, а перед моей ванной. Вас обмануть не жаль. Вы берете с улицы какую-то полупьяную крестьянку, вы ее, к слову, честно, убираете мужа или своей племянницы. Кого знает ваша манер? Кого она может назвать? Разумеется того, кто ей больше денег даст. Хорошо, что я еще попался. Иначе она могла вам сорствовать какого-нибудь беглого, и вы бы отдали, что ей бывало. Я знаю точно, что на земле правды нет, и с каждым меня все, поэтому убеждаюсь больше и больше. Ну, а вы, Иван Иванович, и я не что, вы приличный мужчина, лопа моя, да? То, что вы говорили про нас, ну, то есть про меня, совершенная правда. Я вам нужен, господа. Без такого человека, как я, вам нельзя жить. Не я, так другой будет. Будет и хуже, чем я. И тогда вы скажете, эх, этот еще хуже глума, а все-таки славный, мам. Ведь честным человеком вы откажете протекции, а за кого поскажете, сломяя голову. Вы слишком злоупотребляете нашей снисходительностью. Извините, ваше превосходительство. Послушайте, если вы не понимаете, я могу вам просто объяснить. Понимаю. Понимаю. И вам, Иван Иванович, я нужен. И он их раз взаимествует для спича. И он их раз взаимествует для спича. И критику вместе написать. И критику вместе написать. И вам, кстати, тетушка, тоже нужен. А я и не спорю и не виню вас ни в чем. А я сразу в нем заметил. Ну да, мне тоже показалось, что у него в глазах есть что-то такое. Ничего вы не заметили. Вас возмутил мой дневник. Как он попал в мухе, я не знаю. На всяком мудреца довольна простоты. Но я лишь скажу одно. Пока я был между вами в вашем честном обществе, я только тогда и был честен, когда писал этот дневник. А чему вы, собственно, обиделись в нем? Вы что-то нового для себя узнали? Вы говорите то же самое друг про друга, только не про зерк. И если бы я вам, скажем, по отдельности прочитал, что про других написано, да вы бы меня спорю аплодировали. Единственный, кто может сейчас сердиться, беситься, выходить из себя, как и для я. Не знаю, кто он, но кто-то в вас украл мой дневник. Вы у меня разбили все. Подняли деньги, подняли репутацию. Вы гоните меня и думаете, что это все, и тем дело и кончится. Вы думаете, я вам прощал, господа? Нет. Горько вам достанется. Прощайте! И все-таки, господа, что ни говорите, он деловой человек. Наказать его, конечно, нужно, но через некоторое время можно и приносить. непременно на то же такого понятия. А это я возьму на себя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Народный театр Тележанского Гульбаты Режиссер Лария Федотова Режиссер Лария Федотова Режиссер Лария Федотова